Как мобильные операторы готовятся к возможным блюкаутам и будет ли связь? Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставлении услуг почтовой связи, НКЭК, утверждает, что украинские мобильные операторы все еще не готовы к длительным отключениям света, РБК Украина расспросила основных украинских мобильных операторов, Киевстар, Водофон и Лайфселл, о готовности к возможным блюкаутам и будет ли у украинцев связь в случае отключений света, Киевстар, как долго будет связь и какая ситуация с домашним интернетом и с февраля 2022 года Киевстар инвестировал в энергонезависимость почти 1 миллиард гривен. Из них почти 700 миллионов гривен вложили в источники энергии для базовых станций мобильной связи и 300 миллионов ГРН, в сеть, домашнего интернета, говорят РБК Украина в пресс-службе компании. В течение 2023 года Киевстар установил на базовых станциях 80 тысяч новых аккумуляторов, которые обеспечат до 6 часов работы оборудования без использования электропитания. Продолжается работа по обеспечению энергонезависимости сети. К концу 2023 года общее количество таких аккумуляторов достигнет 110 тысяч. Кроме того, втрое увеличено количество стационарных и мобильных дизель-генераторов, обеспечивающих работу всех критически важных объектов сети, рассказывают в Киевстаре, в начале полномасштабной войны в распоряжении компании было 700 таких генераторов, сейчас их 2200. Что касается абонентов, пользующимся «домашним интернетом», то на сети фиксированного интернета устанавливается 50 тысяч блоков бесперебойного питания, по словам представителей компании, это позволит обеспечить функционирование минимум 70% сети фиксированного интернета во время потенциальных блюкаутов. В ряде городов Украины оператор тестирует более энергонезависимые технологии GPON. До конца 2023 планируют запустить ее в коммерческое использование. Реагируя на замечания НКЭК о готовности телеком-операторов к блэкаутам, в Киевстаре отмечают, что опубликованная информация касается результатов проверок, которые проходили в августе 2023 года, отметим, что замечания регулятора компании касались не средств резервного питания, а мощности сигнала на отдельных локациях в Киевской, Львовской и Одесской областях. На сегодняшний день сложности с получением сигнала в вышеупомянутых регионах устранены, базовые станции, предоставляющие связь на локациях, где расположены критические объекты, определенные СНБО, обеспечены возможностью автономно и непрерывно предоставлять связь абонентам в течение трех суток, есть дизель-генераторы и подготовленные горюче-смазочные материалы для них, говорят в компании «Лайфселл». У большинства абонентов будет доступ к связи при отключении. Готовность «Лайфселл» к отключениям электроэнергии в этом году намного лучше, чем в прошлом сезоне, уверяют РБК Украина в пресс-службе компании. Опорная сеть уже оборудована новыми батареями, а ключевые технологические площадки – генераторами. Это означает, что большинство абонентов будут иметь доступ к связи при отключении. В течение последнего года компания установила 1000 литиевых батарей на своих технологических площадках. Новые батареи емкие и выносливые, поэтому способны поддерживать работу базовой станции до 4 часов при отсутствии стационарного питания. За последние 6 месяцев мы подключили к собственным и партнерским генераторам уже около 1200 наших базовых станций и продолжаем эту работу, закупаем, устанавливаем, договариваемся, комментируют в LifeCell. Также в компании рассказали, что ищут альтернативные источники питания базовых станций, продолжается пилотный проект питания от солнечных батарей, чтобы сделать более автономным оборудование на случай блюкаутов. Водофон – больше базовых станций для обеспечения связи ВСЕ узловые технические площадки и объекты сети, от которых зависит предоставление услуг в национальном масштабе, обеспечены основными и резервными системами питания и горючим в достаточных объемах, чтобы работать стабильно, в том числе в условиях продолжительных блюкаутов. Об этом РБК Украина сообщила начальник отдела по связям с общественностью компании Водофон Виктория Рубан. На этот момент в сеть инвестировано более 5,8 миллиарда ГРН, для сравнения, в 2021 году инвестировано 3,5 миллиарда ГРН. Непосредственно в энергонезависимость компания инвестировала в этом году около 150 миллионов ГРН и эта цифра постоянно растет. Для того, чтобы обеспечивать связь при перебоях с электроснабжением, мы установили более 9 тысяч новых аккумуляторных батарей на 2255 площадках, обеспечив дополнительную резервную мощность на 685 800 Ач, пояснила представительница компании. Водофон добавили, что почти в 4 раза увеличили количество базовых станций, которые будут работать на дизельных генераторах, эти действия помогут нам поддерживать бесперебойную связь, даже если будут длительные отключения электроэнергии, заверили в компании. И добавили, что сейчас работают над увеличением продолжительности работы некоторых некритических локальных сайтов, отмеченных во время проверки. Напомним, в преддверии возможных блюкаутов больницы в Украине получили более 40 мощных генераторов. Также в Минэнерго объяснили, что в Украине сейчас достаточно для обеспечения потребностей граждан производимой электростанциями в стране электроэнергии. О слухе в соцсетях о якобы применении графиков отключений света неправдивы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.